После строительства этого секретного объекта город Балаклава, который территориально относится к Севастополю, получил статус закрытого города. Ведь никто не должен был знать, где именно советские подводные лодки проходят ремонт и где в случае ядерной атаки можно будет укрыть не только технику и орудия, но и людей. Сейчас на месте ремонтного объекта подводных лодок работает музей. Уникальные фортификационные сооружения, построенные в сжатые сроки в сложнейших подземных условиях, являют собой выдающийся образец военно-инженерного искусства. Для туристов он интересен не только экспонатами. Многочисленные посетители приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть секретный военный объект времен Холодной войны. В одной из центральных достопримечательностей Балаклавы побывал и наш корреспондент Мария Владимирова. Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Балаклавский подземный музейный комплекс по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта» посвящен периоду Холодной войны. Некогда совершенно секретный объект строили почти 10 лет, до 1963 года. С севера на юг его пронизывает подземный морской канал длиной 608 метров. Его глубина составляет 8 метров. Подводные лодки заходили сюда регулярно, например, на ремонт. Его проводили в сухом доке. Глубина в нем такая же, как и в канале – 8 метров, а длина – 100. Заходили лодки со стороны Балаклавской бухты. Слева вдоль дока стояли специальные устройства. На них были намотаны так называемые швартовые тросы-канаты. Вот когда с той стороны в док вводилась подводная лодка, то вот эти вот устройства, а ими управляли рабочие доковой командой, вот эти тросы присоединяли к корпусу лодки, и лодку на этих швартовых концах правильно устанавливали в доке. После установки заграждение на входе закрывали, а потом под этой вот площадкой, которую еще называют «притоковая», на нулевом этаже начинала действовать насосная станция. В течение где-то трех часов насосы откачивали доки-богу. Лодки опускались на нижний уровень, и начинался ремонт. Обслуживались здесь только малые и средние подлодки. А это бывший арсенал. Он считался самой секретной частью комплекса и назывался «Объект-820», где проводились работы с атомными боеголовками. Макет одной из них в натуральную величину представлен среди многочисленных экспонатов музея. Многие из них собраны в экспозиции подводной силы Черноморского флота СССР 1944-1994 годов. В этом музее собраны поистине уникальные экспонаты. Один из них, вот этот, казалось бы, на первый взгляд, кусок железа. На самом деле это фрагмент корпуса подводной лодки-мишени Черноморского флота. Туристический маршрут протяженностью один километр проходит по подземным лабиринтам горы Таврос. Строили комплекс метростроевцы с помощью взрывных работ. Внутри стен для большей прочности залит бетон. Местами его толщина доходит до трёх метров. Комплекс смог выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью до 100 килотонн. Это в четыре раза больше бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Огромные стальные двери весом 10 тонн, также заполненные бетоном, могли защитить от радиации. Двери открывались и закрывались за три минуты с помощью приводов. Этот комплекс служил защитой от ядерного оружия, людей, военной техники и боеприпасов. Справа от вас на стене надпись в убежище и стрелка указатель. Со времён работы комплекса всё это сохранилось. Стрелка указатель показывает, что убежище, то есть укрытие для людей подводных лодок в случае ядерной опасности, было бы на территории ремонтного объекта. Вход на объект вот за этим поворотом. А теперь взгляните, какой поворот. Он закруглённый. Вот такое большое закругление помогло бы окончательно остановить, погасить ударную волну. Над комплексом до 130 метров скального грунта. Летом температура воздуха в подземном комплексе всего плюс 16. Зимой температура приближена к минусовой. Поэтому, отправляясь туда, стоит взять тёплую одежду. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север», Севастополь.